Долой СОИ! Сегодня в мэрии протестовали за отмену начислений за СОИ, содержание общего имущества по нормативу. Собравшиеся представители многоквартирных домов и управляющих компаний. Свои претензии участники заседания высказали первому замы руководителю исполкома Владиславу Гаврилову. С места не выкрикивать. Сразу предупредили всех перед началом собрания. Здесь все строго, по регламенту. На каждое выступление дается по пять минут. Но, как говорится, накипело. И уложить в установленное время свое возмущение ни у кого не получилось. В расчет включаются площади чердаков и подвалов. Хотя, согласно постановлению 354-му, эти площади не входят в расчет ОДН. Напомним, с февраля челнинцы стали по-новому платить за услугу ОДН. Во-первых, она сменила название на СОИ. Во-вторых, начисления стали производить с каждого квадратного метра. В итоге в расчетках появилась превышающая в два раза сумма. И рассчитывается теперь она не по показателям счетчика, а по установленному нормативу. С чем не согласны многие челнинцы. Но больше всего мы надеялись, что администрация города все-таки издаст какое-то постановление для всех управляющих компаний. Ну, начисляйте вы так или начисляйте вы это. Но люди должны знать. Но администрация города у нас промолчала. Администрация исполнительного комитета никак не среагировала на наши просьбы, заявки, как принять решение. Нас, мягко говоря, посылают. Обращение в жилищную инспекцию, в СЖЭЛе, ничего хорошего не принесли. Появление СОИ и норматив не дают покоя активисту Федору Моисееву. Он считает, что если есть прибор учета, то надо оплатить именно по его показаниям. Да это бред вообще. Власть навязала нам какую-то глупую дискуссию. Нигде в мире этого нету. Какие-то там нормативы придумали и прочее. Если есть прибор учета, все согласны им. Статья 157-я, это федеральный закон. Если власть, жилая инспекция и убравящие организации не выполняют, значит их всех надо снимать с работы. А почему вот вы ходите, в жилищную инспекцию пишете, туда пишете, везде пишете, а почему депутатам никто не обращается? Все-таки вот если депутатский запрос мы посылаем, они не имеют права на него, во-первых, не ответить. Это первый вопрос. Почему вы не верите, все-таки, что мы не можем как-то… Мы это вообще-то от вас, от народа, да? В итоге собравшиеся решили направить свои претензии уже не в адрес руководства города, а в приемную президента России, а также в организацию «Общероссийский народный фронт» с просьбой провести проверку. Кристина Маматова, Ильнар Мустафин, Челны, 24.